Друзья, всем привет! Вы на канале Учаса Филтайм. С вами, как всегда, Станислав. И сегодня я сравню с вами новоприбывшие часы Хемель из коллекции Гидродьюренс с часами от бренда Спиннакер и из коллекции Флюс. Обе модели являются хамажом на культовый и люксовый бланпа 50 Fatams. Далеко не каждый может себе позволить бланпа, да и не каждый захочет, даже при деньгах. Поэтому и существуют хамажи, когда менее известный бренд использует дизайн какой-то дорогой культовой модели и делает часы немного по-своему. Может изменить цвет, размер, детали. Конечно же, это будут оригинальные часы. В этом и вся прелесть и отличие от подделок, которые я крайне вам не рекомендую. Ну а в обзоре мы посмотрим, что предлагает Спиннакер и Хемель как альтернативы. Думаю, что будет интересно, так как Спиннакер практически в два раза дешевле. Попробуем понять, чем это обусловлено. На обзоре у нас будет одна модель Спиннакер. Хотя у меня в магазине было огромное множество вариантов расцветок и несколько есть сейчас. И у нас будет три варианта расцветок от американцев Хемель. В плане дизайна вы можете видеть, что модели действительно очень похожи и не только внешние, но и размеры здесь идентичные. Размеры Хемель 42 мм диаметр, от ушка до ушка 48 мм, толщина 12,5 мм, вес на полном браслете 172 грамма. Размер Спиннакер диаметр 42 мм, от ушка до ушка 51 мм, 13 мм толщина и вес 95 грамм. И здесь Хемель для меня взяли явное преимущество. У этих часов на 3 мм короче ушки и меньше толщина, за счет чего на моем запястье 18 см в обхвате. Часы нравятся мне однозначно больше. Спиннакер за счет более длинных ушек ощущается значительно крупнее. Для меня это уже приличный размер на сегодня. Корпус что в одной, что в другой модели сделан из нержавеющей стали 316L. Обе модели с сатинированием, но текстура разная, у Хемеля она более грубая. Хотя чисто субъективно мне больше нравится геометрия и отделка именно Хемель. По большей степени потому что такие гладкие формы как у Спиннакер уже немножечко на сегодня приелись. Плюс вот этот модный сегодня переход зеркальной полировки между боковой и верхней поверхностью опять же повторюсь приелся. Отмечу для себя и то, что мне больше нравится головка и защитные наплывы у Хемель. Чем у Спиннакер, к тому же она тактильно намного удобнее чем у Спиннакер. Безель однозначно выигрывает у Хемель. Во-первых у него прекрасный хват за счет такой же текстуры как и на головке. Ничего не проскальзывает, ничего не люфтит. Во-вторых он сделан из сапфира. У Спиннакер там просто закаленное стекло. У Спиннакер безель классно смотрится, но в плане удобства я бы сказал прям плохо. Он очень гладкий, это хорошо в плане обработки, но у вас вспотеют пальцы и его будет реально сложно проворачивать. Он уже проскальзывает даже с сухими пальцами. Задняя крышка часов однозначно за Хемель. Здесь приятная гравировка, кстати подписано, что часы limited edition, но нигде не указано порядкового номера. Возможно были выпущены небольшим тиражом, на официальном сайте все расцветки этой коллекции уже распроданы. У Спиннакер задняя крышка часов ни о чем. Здесь через прозрачную крышку вы можете видеть японскую механику Seiko NH35A. Кто в теме знает, что отделка там никакая. Скрасили немного кастомным ротором, но очевидно, что на гравировку зажали и экономили как могли. Говоря о механизме Хемель, отмечу, что это Miota 9039, которая по классу уже на голову выше, чем механизм Спиннакер. Работает он на 24 камнях с запасом хода 42 часа и на частоте 28800 полуколебаний в час. Браслет для меня, конечно же, приоритетнее, чем ремешок. В любом случае и часы на браслете по умолчанию всегда дороже, чем на ремне. Геометрия у браслета Хемель отличная. Он как шелковый, можно складывать как хотите. Плюс звук дорогой, никаких посторонних шумов я здесь не слышу. В плане отделки хорошо, но далеко от чего-то выдающегося. Плюс достаточно устаревшая и простенькая застежка с двойной фиксацией. С другой стороны, многие японцы и швейцарцы позволяют себе такие застежки и за более высокую цену. Ремешок у Спиннакер из натуральной кожи. Хорошее качество, влаготалкивающее, но опять же, качество вполне обычное. Для этой цены, в принципе, абсолютно адекватно. У Хемель циферблат типа сэндвич. Читаемость на высоте, текстура разметки мне также очень нравится. Версия с полностью люминесцентным циферблатом. Стрелки лакированы, это также мне по душе. Даты нет, что я считаю снова же отлично. Есть две другие версии с черным циферблатом. Здесь часовая и минутная стрелки уже с зеркальной полировкой. Я высматривал максимально близко, качество отделки хорошее. Ну и разные цвета безелей с темно-синим цветом безеля. И версия с пепси, синий, с таким прям кровавым красным цветом. Давайте также померяю на мое запястье. Пленки я здесь не убирал, уж простите. И вот такая версия. У Spinnaker их фирменная зернистая текстура. Метки накладные, как и логотип Брэда. Приятный объем здесь есть. Секундная стрелка такая же, как и у Hemel. А вот минутная и часовая, проще отделаны. Есть дата у отметки 3 часов. С черной подложкой, чтобы не отвлекать внимание. Оба циферблата со своей изюминкой. Смотрятся они отлично. Мне больше нравится Hemel за счет более редкой текстуры и минимализма с прекрасной читаемостью. Но это очень субъективно. Из других характеристик отмечу, что и в одной, и в другой модели сапфировое стекло с антибликом. Но водозащита у Hemel в два раза выше. Это 300 метров против 150 у Spinnaker. А теперь давайте по итогам. Цена на Spinnaker сегодня в моем интернет-магазине FieldTime 13 505 гривен. Hemel 24 056 гривен. То есть условно почти на 80% эти часы дороже. Если взять чисто по характеристикам, то могу это обосновать тем, что дороже механизм. Выше в два раза водозащита. При более аккуратных размерах. Сапфировый безель. Гравировка на задней крышке. Браслет однозначно дороже ремешка. Если взять субъективно, то Hemel мне больше нравится за счет размеров. За счет текстуры циферблата. За счет удобства безеля и головки. Hemel я носил бы. Точно переодел бы его в какой-то другой текстильный ремешок. И вообще был бы огонь. Spinnaker нет. Хотя бы из-за их более крупного размера. Но повторюсь, что это дело вкуса. А купить каждую из этих моделей вы можете с официальной гарантией 2 года. В моем интернет-магазине FieldTime. Я являюсь официальным дистрибьютором. Что одного, что другого бренда в Украине. Ссылки в описании к этому ролику. На этом у меня, пожалуй, все. Не забывайте указать в комментариях, что понравилось больше вам и почему. А на этом у меня все. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok